может ли пространство пережевывать горох по теории черных дыр может это я не генерирую текст я просто читаю комментарии под нашими видео может ли пространство пережевывать горох вот сама постановка замечательно по теории черный дыр может но вот фундаментальнейший вопрос если вы говорите что у пространства есть какие-то свойства которыми вы можете влиять на материю деформировать материю что-то с ней сделать да то почему бы вам них не переживать пространством горох у вас появляется такая возможность да что про сразу может пережевывать горох жевать кашу это вот как раз на уровне восприятия на уровне природного понимания каждый человек осознает что пространство ничего заживать материального не может пространство нет таких вот свойств как воздействует на материю расположенную фасасы пространство может вмещать предоставить свободу перемещения и быть объемным вот в известных границах вот пространство объемно именно вот в этих пределах не больше не меньше есть кубометр пространство вы можете туда ровное количество воды залить кубик воды вот очень популярный такой вопрос а где задают вопросы вот мы разбираем как правило вопросы поступающие непосредственно под нашими видео видео заливаются на youtube вот на ю тубе под любым видео можно задавать вопросы и в большинстве случаев мы на них отвечаем если вопросы не повторяются если они совсем не скучны и мы на них отвечаем пустого пространства не существует вот такой тезис до пустого пространства не существует но это не значит что вообще не существует пространство вот абсолютно чистых сорочек не существует везде какая-то там пятнышко есть не пятнышко через микроскоп там пылинку можно найти на любой сорочке но это не значит что не существует самих со ручек то же самое с пространством до пространство всегда заполнено чем то вот если вы выкачиваете из пространства воздух получается вакуум и он не И до конца вакуум, там все равно найдутся частицы маленькие вещественной материи. Даже если допустить, что вы всю вещественную материю оттуда выкачаете из пространства, все равно будет там поле, останется физическое пространство. Но это не значит, что пространства не существует. Если для вас эти слова важны, как доказательство отсутствия пространства, пустого пространства не существует, везде есть материя. Кстати, вот у нас под роликами пишут комментарии очень много людей. Большая часть это умнички, которые понимают уже, что происходит, которые в результате нашего общения, такого простого, легкого, уже ориентируются свободно в вопросах физики фундаментальной, на широком уровне. Но есть под комментарии, там также собираются несколько ошпаренных релятивистов, которые вот прям нервничают, лютуют, что-то там верещат. Есть товарищи с экзотическими физическими взглядами, вот там товарищи есть, которым кажется, что пространства реально не существует, что есть материя, и что материя находится в материи, и все нормально с этим, и они бьются. Мы иногда попадаются, нам и комментарии ваши, ну вот об этом беседовать как-то, опровергать это бессмысленно, если человек просто не смог сосредоточиться. Мы общаемся с людьми, которые могут сосредоточиться. Поэтому ваши экзотические полоумные взгляды, мы ценим их за оригинальность, но ничего с этим поделать мы не можем, потому что после просмотра такого количества роликов вам это не помогло, поэтому заниматься вами персонально, как бы желания никакого нет. Мы с адекватными людьми общаемся. Откуда и когда и как появился объект материя в бесконечно пустом пространстве? Игнорируйте мой вопрос, пишу под каждым видео. Ну, действительно, вы пишете этот вопрос много раз. Мы много раз отвечали на этот вопрос, вы опять пишете. Вы, наверное, как-то не слышите ответ или не можете сосредоточиться. Вот такого объекта, как бесконечно пустое пространство, его никогда не было. Вот не было. Пространство всегда было заполнено материей. Вот бесконечно пустого пространства его не было. Поэтому оно никогда не заполнялось материей. Это естественный процесс. Вот есть пространство, оно всегда заполнено материей. И ваш вопрос, он бессмысленный. Вы придумали себе воображаемое свойство, бесконечно пустое пространство. Придумали. И потом задаюсь вопросом, откуда и как появился объект, материя в этом бесконечно пустом пространстве. Вы придумали сказочный сценарий бесконечно пустое пространство и его как-то пытаетесь реализовать. Мы можем использовать модель бесконечного пустого пространства, но это на уровне модели, это не на уровне реальности. Да на уровне схемы расчетов, которая позволяет оперировать с данной воображаемой сущностью пустым пространством и выпускать туда материю. Мы в пустое пространство, в модель пространства выпускаем какую-то массу и смотрим, задаем силы и смотрим, что с ней будет. Но самого такого пространства, бесконечно пустого пространства не существует. Итого, вот сегодня там 23.11.2022. Мы еще раз ответили на ваш вопрос. Попытайтесь запомнить, на ваш вопрос отвечено уже. Так, кстати, тут вот, вам уже отвечали, вот прям под этим вашим вопросом есть ответ. Давайте попробуем. Вы не совсем по адресу с таким вопросом. Откуда, как, почему. Таких утверждений, которые содержатся в вашем вопросе, ВВГ не делал. И бесконечное пространство, и материя в пространстве существовали всегда, и будут существовать всегда. Вот вам люди отвечают на ваш вопрос. Вот, материя всегда была в пространстве, она может только переходить из одного состояния в другое. Вам много людей ответили на ваш вопрос. Помогите сосредоточиться и разъясните следующее. Как влияет на собственную гравитационную силу тела, его размер, в случае, если он большой, но не очень плотный, равен массе нашего, скажем, Солнца. И если он не очень большой, но очень плотный, по массе такой же, будет отличаться у таких тел, и собственно генерируемая ими, самими силой гравитации отталкивая. Тут принцип такой, многократно мы опираемся на факты, отмечаемые в природе. Так вот, в природе у нас следующее. У нас гравитация не зависит от поверхности, от площади поверхности она не зависит. Она практически, да не практически, она просто не зависит от распределения плотности. Она зависит от количества массы, заключенной в данном объекте. А дальше вы можете эту массу растягивать, разуплотнять, уплотнять, что угодно с ней сделать. У вас гравитационная сила, гравитационное взаимодействие останется на уровне, на том же, что и был. Единственное исключение, это когда вы приближаетесь к разреженному объекту, у вас чисто геометрически, вот движетесь вы в центр, да, у вас масса уже не находится для вас в точке какой-то, они вот вправо-влево уходят, да, но мы приводили этот график тегритения, когда он вот так идет, и дальше возвращается на единицы, наверное, квадрат. Он был такой, а вот когда массы расходятся в сторону, да, когда вы падаете на объект или вглубь объекта, заходите в землю, погружаетесь, допустим, в результате падения, то у вас получается вот такой сгиб на графике. То есть гравитация не зависит от площадей, она зависит от самой массы. И, в принципе, в формуле как раз производится расчет между центрами масс. А размер это у нас что? Это у нас как раз следствие разнесения масс. Размер у нас может увеличиваться из-за чего? Либо мы перешли от равномерной массы какой-то корочки, да, на поверхности, к слою на поверхности, либо мы разуплотнили массу и в результате увеличили объект геометрически, уменьшая плотность. Других-то путей, получается, и нет. Если Вселенная не имеет начала существования, возможно ли, что все события уже произошли и они вечно повторяются? Это очень распространенная концепция, мы ее как-то поясняли. Ну, раз возникают вопросы, давайте попробуем еще раз. Невозможно такого, что Василий Петрович Пупкин в этой Вселенной уже когда-то жил в другом месте, и теперь он повторился, и через какое-то время еще какой-то Василий Петрович Пупкин повторится. Такое же это невозможно, потому что наложение бесконечности Одна на вторую, на третью, оно многократно вариантов получить не того же человека, как был в прошлый раз, их бесконечное множество, кратное. Поэтому чисто технически невозможно этого достичь. Ну, вот, к примеру, вот мы визуально смотрим, да, все яблоки, можно сказать, одинаковые, но мы не задаемся подробностями этого всего. Оно, реально, каждое яблоко мы найдем отличие с одного дерева, да, в данный момент, так же, как вот мы людей отличаем. И тот же самый человек, ну, просто запущенный в другие условия, у него меняется жизнь, он находится на другой части планеты, в другом городе, и так далее, так круче, город этот уже другой, и так далее. И это все, просто даже вот по одной оси, по второй, по третьей, даже по геометрии взять, оно уже все отличается. Достаточно одному атому пойти по другому, и все, это мы имеем уже другого человека. А таких возможностей многократно на одну и ту же схему накладывается. Поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах, никакой фантастики, невозможно, чтобы эти события уже произошли. С большим допущением можно об этом говорить, да, вот так, если так абстрактно. Война произошла, будет еще война, да. Война произошла, будет еще война, это неизбежно, но это не та война. И погибли не те люди, которые были в прошлый раз. Повторение невозможно. Что доказывает квантовая запутанность? Квантовая запутанность доказывает именно гравитацию по котечку, гравитацию по Ломоносову доказывает квантовая запутанность. Вся вот эта вот запутанность, а именно повторение идентичных свойств для объектов в разных точках пространства может иметь место только по одному сценарию, только при наличии базового гравитационного поля, которое дает единообразные колебания для групп материи и соответствующие свойства для двух частиц в разных уголках. Все. Вот квантовая запутанность доказывает гравитацию по котечку, вот хоть как. Вот наша гравитация доказана квантовой запутанностью. Квантовая запутанность физически возможна только на данных основаниях. Кстати, почему, 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 что это, это же надо хвалиться теперь. Квантовая запутанность доказывает гравитацию котечка, вот, пожалуйста, это основной тезис. Квантовая запутанность доказывает гравитацию котечка, это реальность. У нас есть физическое основание, единственное у кого есть. Капли дождя, направленные на Землю, доказывают гравитацию котечка, потому что векторная форма только по нашей форме закона возможна. Равновесие тела на орбите, вот, Луна доказывает гравитацию котечка, потому что на гравитации Ньютона она не может держаться на орбите. Мы приводили примеры, приводили математический расчет, этому посвящен целый фильм. Равновесие. Любое физическое явление доказывает гравитацию котечка. Единственное научное протокол, все остальное бредятина, которая не соответствует эксперименту. Мы можем оторвать два куска металла друг от друга, это доказывает гравитацию котечка. На прямом притяжении они бы слиплись, невозможно было бы их оторвать. По версии Ньютона, единица на р квадрат формула уходит в бесконечность при приближении. То есть, без вариантов. Скиньте название трека в конце. Трек называется «Катюшик». Создал этот трек, эту музыку. Глинин и Идол. Глинин и Идол – это псевдоним профессионального музыканта из профессиональной группы, который занимается музыкой профессионально всю свою жизнь. Но это он делает в анонимном режиме, он решил побыть анонимным. Он не хочет называть себя лично. Я просил, беседовал с ним, говорю, давай мы скажем, кто ты. Люди, ну действительно, судя по отзывам, музыка очень понравилась, зашла, требует часовую версию. Музыка прекрасна прям. Но автор принял решение, что он будет пока неизвестным, как я понял, на постоянной основе неизвестным. Глинин и Идол – композиция «Катюшик». Очень, очень хорошая музыка. С вами был Виктор Катюшик, канал «Научный трибунал». Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катюшик, телеканал «Научный трибунал». Спасибо за просмотр! Всем пока! Спасибо за просмотр! Винтро паяськи! Вида! Спасибо за просмотр! С Тянет! Кто бычик тоже очень Bonus! Микор rusea. Не Touch closeX cał! Это вызов, какой-то выя, что высовет ли рджак? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»